здравствуйте всем здравствуйте всем неравнодушным гражданам кыргызстана граждан мира еще раз благодарим простой народ за вашу помощь спасибо что вы не остаетесь на стороне заранее прошу за мой внешний вид это видео мне надо снять очень быстро я кормлю ребенки между этим еще нахожу время чтобы как-то оповещать весь кыргызстан весь мир нынешнем состоянии осель сейчас мы уже поговорили с турецкими докторами требуется очень много операций перед пластическими операциями все сложные операции будут проводиться в турции для этого надо минимум 45 тысяч долларов счет я уже выложила на следующей странице можете это увидеть к сожалению мы не собрали половина этой суммы потому что помимо этого есть еще другие расходы очень много других расходов на медикаменты на психологов поэтому спасибо всем кто не остается на стороне я хочу я сегодня выложила фотографию состояния сильно она была в повязке у меня есть еще фотография где во время перевязки брат сделал фотографию и есть у меня фотографии где она без повязок и это фото очень очень страшное фото это фото не для слабонервных я со вчерашнего дня до сих пор не могу прийти в себя не могу принять это лицо потому что от ушей и носа ничего не осталось но спасибо врачам они сделали все возможное главное что сепсис не пошел главное что гангрена не пошла у меня крика помощи у нас у всех на нас еще не выходил ни один бизнесмен ни один монополист кыргызстане ни один предприниматель нам сумму собирает простой народ кто по 20 суммах кто по 30 суммах кто по 1000 суммах у нас и половины этой суммы нет 45 тысяч долларов это только операции помимо этого еще нужны средства на реабилитацию на проживание в турции все это займет 6-7 месяцев на переводчика на человека который будет сопровождать ее больница будет с ней 724 я с удовольствием это сделаю я буду это делать несмотря на то что у меня грудной ребенок грудничок будет тяжело но время от времени я тоже буду как-то участвовать в этом я обращаюсь ко всем можно сказать мужчинам кыргызстана предпринимателям монополистам на нас еще никто не выходил пожалуйста помогите я сейчас не хочу плакать потому что мне надо это интервью сделать коротким доступным всех на доступном языке объяснить если мы в течение недели в течение двух недель не соберем нужную сумму то я выложу истинное лицо осель без повязок пускай весь мир видит истинное лицо беззаконие истинное лицо жертвы насилия если мы не соберем эту сумму течение недели то я выложу эту фотографию в инстаграме пускай меня забанит пускай на меня будет много жалоб но я выложу и пускай каждый судья каждый милиционер каждый депутат повесить фотографии за рыба из уродованы осень моей сестры и перед тем как принимать нужные решения перед тем как принимать законы принимать решение судебные пускай они посмотрят на фотографию моей сестры из уродованной еще раз подумает и потом поймут чего стоит неправильное решение судьи если бы год назад судья не дал пробацию этому извергу то этого всего не было бы мы надеялись на закон мы надеялись нас независимых судей я знаю что у нас очень много хороших судей независимых которые выносят правильные решения которые уносят справедливые решения я делаю вызов всем делаю вызов судебной власти кыргызстана пожалуйста тоже соберитесь обратите на это внимание окажите нам хоть любую помощь моральную финансовую не знаю оглаской нам сейчас любая помощь нужна покажите что вы не все такие сейчас время всем патриотам кыргызстана всем феминистам кыргызстана всем депутатам показать показать свою работу я прошу также кыргызстанских миллионеров очень богатных людей один из них рамьян рамьян матриимов я знаю вы много ездите много благодарительности в целях вы ездите вы недавно открыли мечеть собрали очень много блогеров у вас очень хорошие намерения сейчас именно тот момент что показать показать себя один самолет бизнес-классе один перелет стоит очень больших денег один осможно считать на экономии а если те средства который будет потрачено бизнес-класс вложить осень этого даже может быть достаточно я обращаюсь всем я обращаюсь к милиции я обращаюсь ко всем организациям к кыргызстане к диаспорам обращаюсь пожалуйста мы не должны эту тему замолчать сбор продолжается если в течение недели в течение двух недель мы не соберем нужную сумму я выложу я клянусь я выложу истинное лицо пускай это будет на совести всего кыргызстана я буду писать на международные рынки я буду писать я написал уже ксения собчак помощники мне ответили я отправила уже фотографии рассказал свои ситуации раз к кыргызстане у нас нет ведущих нет блогеров которые могут освещать нашу ситуацию у нас к кыргызстане еще ни один блоге с нами не выходил на связь я предлагаю давайте снимем документальный фильм давайте расскажем про все это никогда еще в кыргызстане не было такого случая насилия чтобы отрезал органы я выложу истинным истинное лицо я был же истинную фотографию мне до сих пор плохо я до сих пор не могу собраться видно что я уже шестой день я не сплю я не ем у меня не надо кормить ребенка я еще стараюсь хоть выкрасить я не работаю уже я шесть дней я сказала я не буду работать я работаю на удаленке потому что я не могу на этом сконцентрироваться я благодарю простой народ кто собирает по 5 сумм в по 10 сумм по 20 сумм если мы не соберем нужную сумму я буду ходить с коробками по бишкеку пускай это будет позором для всех наших милиционеров пускай это будет позор для всех наших миллионеров для всех депутатов пускай видит как мы собираем деньги извините что я сейчас очень эмоционально извините что может быть я выгляжу как попрошайка но мне все равно мне надо спасти сестру мне надо восстановить ее уши не надо восстановить нос я попрошу микаель бея турецкого врача выйти со мной на прямой эфир и мы сделаем полный отчет сколько нам понадобится средств и сколько будет длиться операция в целом потому что это несколько этапов это 5-6 этапов восстановления еще раз прошу пожалуйста что я так очень эмоционально сегодня выражаюсь я буду благодарна если все журналисты все газеты действительно выслушают мое обращение и сделают из этого заголовки потому что нам нужна огласка я не буду замалчивать я буду писать в есть печенье в европейский суд по правам человека я буду писать human rights watch я буду писать hillary клинтон 1 кыргызстане у нас нет женщин леди которые могут прийти и поддержать нас так пускай нас hillary клинтон поддержит и пускай она будет примером для других женщин в кыргызстане почему турецкий пластический хирург выходит спонсором он сможет только часть средств оплатить а где наши кыргызстанские клиники у нас же тоже очень много пластических хирургов немного пишут вот здесь есть пластический хирург вот здесь есть не обязательно в турцию не обязательно в корею и в кыргызстане это все можно выходите со мной на связь я открыто я открыто я размещу я напишу мы сделаем вам полный пост у нас на странице пускай кыргызстан знать кто настоящий герой спасибо я еще раз заранее прошу за мое эмоциональное интервью но я буду и дальше так делать мне надо любым путем собрать эту сумму нам надо всем я вас прошу пожалуйста не оставайтесь на стороне всем до свидания